Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 14 октября и я продолжаю вам показывать и описывать последние томаты, которые есть сейчас на данный момент. Вот вчера я сорвала из теплицы, которая у меня не для раннего урожая была, а в которой я высадила позже, после выращивания рассады. Кто наблюдал за мной с самой весны, тот знает, что одна теплица я высадила поздно в апреле, это я получала ранний урожай, а во второй теплице, там где я выращиваю рассаду на продажу, уже поздно в июне я высаживаю туда тоже томаты. И вот это грибное лукошко было у меня вот в этой поздней теплице. Выращиваю его впервые, семена мне прислали и я обычно более простые томаты больше всего выращиваю форма, но вот это вот такая необычная какая-то изысканная форма мне понравилась, я решила вырастить в этом году грибное лукошко. Многие его уже выращивали, но для тех, кто еще ни разу не выращивал грибное лукошко, я сейчас покажу этот сорт и расскажу. Даже специально разрезала, сделала разрез, так как меня очень часто просят показывать в разрезе, но резать мне, если честно, правда некогда, мне сфотографировать иной раз не хватает времени. Вот грибное лукошко. Так как у нас снежинка нарисована здесь в уголке, я говорю для тех, кто новенький и не знает, это значит, что этот томат можно выращивать в холодных регионах. Вот даже я тут подписала, Колесникова Галина прислала из города Дубна, по-моему, что-то непонятно написала. Томат грибное лукошко, толстяк, оригинал, новинка. Что такое толстяк, не знаю. Оригинальный крупноплодный сорт для открытого грунта пленочных укрытий, удивляющий необычной экстравагантной формой плодов, сорт среднепоздний, детерминатный, высота 90 сантиметров. Но у меня в теплице, конечно, он был намного выше, он меня перерос, он был не 90 сантиметров, был метр с лишним, но это беда выращивания томатов в теплице, они все удлиняются, некоторые даже в полтора и два раза. Кисть простая, с тремя-четырьмя ярко-красными крупными мясистыми плодами, массой 250-350 грамм. Ну вот смотрите, так как у меня вот эти все-таки последние кисти, вот видите, написано, что с тремя кистями, они какие-то у меня вот такие крупные, да, и 250. Ну вот самые последние, вот эти маленькие грибные лукошечки, они, конечно, поменьше вес, но они тоже очень красивые, очень декоративные, и вызрели все-все-все, даже самая крошечная вот такая лукошечка на самой вершине кустика. Не вызрела одна кисть, вот эта, вот единственная, вот эта помидорка не вызрела маленькая, остальные все поспели на кусту. Так, дальше читаем. Плоды очень интересные, плоские, с ярко выраженными ребристостью, создающие впечатление, будто томат состоит из отдельных долек. Мякоть очень нежная, приятного вкуса, томаты оригинально смотрятся на кусту, и, конечно же, внизу разнообразие при оформлении вашего праздничного стола. 3 килограмма с растения, на 1 метр 3-4 растения, и в 1-2 стебля с подвязкой к опоре. Выращивание, как обычно, от многих слышала, ну не слышала, конечно, в комментариях пишут, многим не нравится, что у них вот эта вот зеленая верхушка, как сказать, не воспевает, вот эта вот зеленая часть остается очень долго. У меня тоже, кстати, были они такие, сначала все-все-все вот эти вот вершинки, вот видите еще остаточное явление, вот эти все-все-все были зеленые, прям ярко-зеленые, и это, конечно, не очень красиво, хоть и здесь вот так нарисовано, вроде как декоративно, но кушать такой томат не очень хочется с зелеными ребрами, и многие, как причисляют это к недостатку. Но я вытерпела, выждала время, и вот первые я снимала, и вот сейчас последние, я жду, когда они вызрются, и в конце концов томат приобретает вот такую равномерную, ярко-красную окраску, и ни о каких зеленых полосках, даже в помине, тут даже, вот видите, нет намека на то, что здесь были вот зеленые вверху полоски, так что это не должно быть так, если у вас зеленые вот эти вот вверху ребрышки, значит вы не дождались полного созревания томата. Все зелень, вот эта вся уходит, и все они вызревают. Вот такие вот они на разрезе, интересные, вот видите, какие-то, как медузки. Вот это разрез. Вот это вот такой сорт, что, конечно, он подойдет не каждому, вот у меня, я нашла в нем единственный недостаток, который, ну, мне не нравится. Вот то, что в этих вот ребрышках, вот смотрите, глубокие, такие глубокие, вот туда вот эти разрезы, морщины, и в них все-таки набивается вот вся эта пыль, и вымыть их сложно, вплоть до того, что хоть бери щеточку и вот так прочищай. Есть какие-то вот, не сильно, видите, туда внутрь, а есть до того внутрь сильно. А все-таки во время роста у нас бывают и ветер, и там, и всякие песчаные бури небольшие, такие ураганы, но туда сильно-сильно набивается грязь. Их нужно мыть очень тщательно, я вот сейчас их под струю воды ставила, чтобы, ну, и глубина вот этих вот морщинок, она у всех разная у помидор. Видите, вот эти такие, как плоские, не очень морщинистые, а есть прям, которые одна на другую, одна на другую, да глубокие такие. Для декоративности это очень хорошо, но вот если с практической стороны посмотреть, мыть, конечно, их сложно. Вот этот вот малыш, он весь в таких вот в расщелинах, видите, туда глубоко. Вот это единственный недостаток. А в остальном, красивый, конечно, пробовала я, вот последний урожай я еще не пробовала, не знаю, а вот первые, которые летом созревали, пробовала томаты сладкие, приятные на вкус. Не знаю, кто-то их использует для консервирования или нет, понятия не имею, не знаю, такой статистики я не вела. Но я вот консервировать, конечно, не буду, потому что я посадила всего два кустика, у меня было в теплице. Я их просто скушаю, семена возьму на развод, а их съем. Все, вот это краткий такой обзор, знакомство с оригинальным, с таким интересным томатом, грибное лукошко, которое я выращивала впервые. И до конца, конечно, я еще не знаю, какой он, потому что я его не солила, я его на хранение не укладывала, не знаю, делают ли это с ним другие вот огородники. Вот у меня пока что всего было два куста, и он уйдет только в еду. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok